Кадыров, младший, не успел прийти к власти, первым делом он организовал конкурс красоты среди членских девушек, победительницей которых потом стали его женами. Одна из них рожает ему детей сегодня. Кадыров, младший, не успел прийти к власти. С критикой чеченских властей. По словам Чалаева, он провел разъяснительную беседу с местными жителями, Жабером Азиевым, Юсупом Эскиевым и Бекханом Тахировым. Кстати, вот Жабер, это реально очень редкое имя, я первый раз его вижу. Каждый, это уже цитата дальше идет, цитата Чалаева. Каждый, кто защищает евро-ичкирийцев, должен понимать, что их идеология принесла нашему народу. В те времена, когда такая политика была распространена в нашей республике, можно было в любом магазине купить спиртное. Внимание, пожалуйста, на вот этот момент еще раз. Можно было в любом магазине купить спиртное. Кафе часто превращались в ночные клубы. А молодежь носила одежду, неподобающую нашему народу. Мне просто интересно, как бы я тоже жил во времена Ичкерии. Мы с Чалаевым, интересно, в одной ли Ичкерии, в одной ли республике мы с ним жили. Спиртное свободно покупать нельзя было, это неправда. Спиртное, как и сейчас, можно его доставать в республике. Точно так же его и тогда могли доставать. И крышевали тогда вот эти точки, где можно было доставать спиртное. Как раз-таки дружки кадыровские, такие же предатели, как и он, но потом ставшие ему врагами. Ямадаевы, допустим, в Удармесе, они крышевали те места, где продавался алкоголь. И у нас тогда была шариатская гвардия под командованием Межидова Абдулмалика. Ямадаев Сулим, это была президентская гвардия. Межидов, это была шариатская гвардия. Чем они отличались? Они отличались тем, что шариатская гвардия, это были так называемые ваххабиты, которых тогда называли Кадыров, и его сторонники называли их ваххабитами. А его сторонниками были как раз-таки Ямадаев и вот эта вот вся шайка. А вообще, сама структура шариатская гвардия, это были как судебные приставы, можно сказать. Это была гвардия, которая обеспечивала работу судов, то есть доставку подсудимых, исполнение судебных решений. Этим занимала шариатская гвардия. И вот когда шариатская гвардия наехала, уничтожила алкоголь в Удармесе, эта алкоголь, эта точка оказалась крышуемо Ямадаевами. Президентская гвардия, так называемая. И тогда произошел тот самый знаменитый конфликт 97-го года, который больше известен, и в том числе и Чалаеву, он очень хорошо известен. Конфликт между суфиями и ваххабитами, так можно сказать. Ну так можно его назвать, так его чаще называют. Это была, можно сказать, война, такая короткая война, которая произошла в Удармесе. Затем удалось этот по-мирному решить, разойтись, но были жертвы. То есть это был очень серьезный такой момент, мы тогда стояли на пороге гражданской войны. И всему виной было как раз то, что у нас не давали свободно продавать алкоголь. Были, помимо шариатской гвардии, были отдельные жаматы, были другие силовые структуры, которые занимались уничтожением алкоголя, изъятия его и дальнейшей утилизацией. Продавать свободно алкоголь при Ичкирии никто не давал. А сегодня в Чечне есть место, где официально с лицензией, как говорится, муфтияд дает от себя благословение на продажу, если есть лицензия. То есть государство дает лицензию, а муфтияд смотрит, если есть лицензия, то говорит, значит халял, можете продавать. И вот так вот свободно сейчас определенное время официально по лицензии продается алкоголь. Это происходит сегодня, при Ичкирии такого не было. В Ичкирии не было такого понятия, как лицензия для продажи алкогольной продукции. Такого понятия не было. В Ичкирии не было такого органа государственного, который давал бы лицензию на продажу алкоголя. Не существовало. Вся алкоголь, которая тогда продавалась, она была подпольной. Но алкоголь он был. И здесь хотя бы, ну есть хотя бы доля правды в том, что он сказал. То есть это да, алкоголь, она была, хоть и нелегальна, но она была. С этим боролись, но не очень успешно боролись, потому что были вот такие, как Кадыровские, там всякие, Ямадаевы и так далее. И они крышевали эти места. Но далее то, что он говорит, что кафе превращались в ночные клубы, это вот полностью ложь. Здесь нет никакой доли правды. Пусть он приведет, он или любой, там вся эта пропаганда Кадыровская, приведите хоть один ночной клуб, который работал при Ичкирии. По каким вечерам, по каким ночам там проходили тусовки. Я просто был подросток тогда, и, ну, наверняка я бы, мне это было бы очень интересно, будучи школьником, мы захотели бы посетить наверняка такой клуб. Пусть они назовут адрес, где был этот клуб, по каким дням, по каким часам он работал, сколько там стоил вход, были ли там люди типа фейс-контроля, и как туда вообще попадали. Любой желающий мог попасть или по приглашениям туда как-то приходили. Где это происходило? Я не знаю, может быть, в Хос-Юрте, где-то в подвале у Кадыровых какие-то проводились тусовки по ночам. Может, это называется ночным клубом. Я не знаю, как они нам сходили с ума, но в Чечне в целом никаких ночных клубов в помине не было. Это ложь. Это полностью выдуманная, взятая из каких-то фантазий этого человека ложь. Это неправда. Ну и последнее, что молодежь носила одежду, не подобающую нашему народу. То есть, это тоже очень странное заявление. А какая это одежда, которая не подобает нашему народу? Что это за одежда? Скорее всего, он имеет в виду что-то неприличное, что у нас не принято. Например, когда у нас парни, ну парни у нас не могут ходить в шортах, допустим. Это не принято. Имеет ли он в виду, что у нас тогда люди ходили в шортах? Нет, не ходили. Это неправда. У нас на тот момент какого-то общереспубликанского дресс-кода не было, но в отдельных районах пытались такую тему сделать. Но чтобы повально там какая-то молодежь, я не знаю, отдельные, может быть, какие-то были люди, которых лично Чалаев знал. Может быть, он их встречал там в этом хосюртовском подвале у Кадырова во время ночных гулянок. Я не знаю, что у них там происходило. Но в целом в Чечне я постоянно, будучи подростком, как бы двигался, там школа, перемещался, видел людей. Я не помню ничего такого, чтобы у нас люди ходили как не подобает, чтобы как-то нарушали наши традиции, наши устои. Зато я знаю, что то, что сейчас произошло, то, что при Кадырове нас постигло, то, как на весь этот мир зазвучала наша республика под какими четырьмя буквами, это все произошло при Кадырове. Никогда при нашей свободе, при нашем суверенитете не было, никто о нас по этим четырем буквам не вспоминал. Слово Чечня, Чеченец и эти четыре буквы никогда не стояли рядом. Они стали появляться в заголовках, громких каких-то заголовках новостей только при Кадырове, потому что он прославил, можно сказать, нас таким образом на весь этот мир. Так что я не знаю, чем они там увлекаются, что они там курят, откуда они достают вот эту вот бредовую информацию, эту откровенную ложь, на кого она рассчитана. Молодежь, которая родилась после этих событий, они думают, что они поверят в эту брехню про ночные клубы, про алкоголь, который свободно продавался. Вы знаете, идеализировать то время, а ни в коем случае я не пытаюсь и не надо это делать. У нас было очень много проблем. Есть за что критиковать. И надо критиковать. Надо ошибки признавать, чтобы вновь их не совершать. Но откровенно лгать. Ведь они могли действительно упоминать то, что тогда было реально, те проблемы, которые тогда существовали. Упоминать эти проблемы, говорить, что вот так и вот так. Это было бы честно. По крайней мере, мы бы уже апеллировали не тем, что этого не было. Мы говорили бы, да, это было, но что поделаешь. Мы молодое государство, мы пережили войну, мы не успели все это исправить. Вот так вот, но мы бы признавали эти проблемы. Но вместо этого, вместо того, чтобы сказать действительно то, что было, они выдумывают, высасывают что-то вообще бредовое. То, что в нашей республике, в принципе, никогда не практиковалось. Народ как-то сам подобные вещи отторгал. И у нас, при Ичкерии, у нас не было такого, чтобы к нам приезжал Тимати, давал концерт с благословения Гадырова, его муфтията. Халяльный концерт. И чеченские парни, чеченские девушки приходили и танцевали. Танцевали, веселились под песню, когда мы в клубе чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. У нас такого не было. Опять-таки, я повторяюсь, проблемы были. Это не значит, что мы жили тогда в каком-то идеальном, правильном таком государстве. Нет, были проблемы и вещи, которые неприятно вспоминать. Их тоже было много. Но выдумывать, ведь то, что сегодня происходит, это не снилось нам даже тогда при Ичкере. Я помню, как мы в школе, будучи подростками, мы были подвержены вот этой всей культуре. На тот момент рок-музыка всякая проникала. Потом появился вот этот рейв. И молодежь увлекалась всем этим. Я помню, как из-за отсутствия вот этих клубов, тогда не было интернета, где можно было это все как бы лицезреть. Я помню, как мы покупали кассеты, у себя в школе устраивали, мы приносили там магнитофон, кто-то с дома приносил магнитофон. Мы ставили эту кассету после уроков, закрывались в классе и устраивали такие тусовки. Это в школе. И это вещи, которые мы должны были делать тайком, украдкой. Нам никто не позволял это делать официально. Такова была жизнь. И те вещи, о которых они сегодня говорят, если бы тогда это действительно было, если бы тогда были клубы и все это, нам бы не приходилось этим заниматься. Я думаю, сам Кадыров был бы счастлив жить в той стране, если бы там было бы столько разврата. Кадыров как раз таки привел республику к разврату. Первым делом, как только они пришли к власти, первое, что они сделали, это начали практиковать разврат. Сразу Кадыров, вот младший, не успел прийти к власти. Первым делом он организовал конкурс красоты среди членских девушек, победительницы которых потом стали его женами. Одна из них рожает ему детей сегодня. Этот разврат изначально, он пришел к власти, и как будто его главной целью было внедрить этот разврат. Он сразу же стал его внедрять. Как вот он сегодня говорит о Навальном, как будто бы у Навального главная политическая идея – это легализация однополых браков. Он его это подписывает, хотя Навальный нигде вроде не выступает с этими лозунгами. Но сам при этом, придя к власти, он начал именно легализовывать. И у нас тогда начались конкурсы красоты, концерты, какие-то Зверевые, Тимати, Киркоровые, шоколадные зайцы, какие-то грязные вечеринки, отмечания День рождения. Потом, чтобы этот День рождения как-то отмечать не как День рождения, а завуулировать его, потому что что-то другое. Придумали День города, который никогда не отмечался в этот День, 5 октября. Вдруг у нас День города стал 5 октября. Теперь мы отмечаем не День рождения Кадырова, а День города как бы. То есть это все пришло к нам как раз с вашей властью, дорогой Чалаев. Сказки, не только не рассказывайте детям, нашей молодежи, людям, это смешно. Говорите то, что есть, упоминайте действительно проблемы, которые существовали. Так будет честнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok